Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Лобинянский Максим Владимирович, живу в городе Лобинске, Торпсов, Виктор Петрович, мой личный тренер. Скажите, пожалуйста, как давно вы занимаетесь судой и в каком возрасте вы пришли? Так получилось, неожиданно, что у меня парень занимался, мой друг детства. Его отец попросил, как бы, напарник ему очень нужен, и прибил меня в дзюдо, мне понравилось, это было в возрасте 11 лет. Сейчас вам? Сейчас мне 18. То есть уже 7 лет вы в дзюдо? Да. До того, как вы пришли в дзюдо, вы чем занимались? Нет. Насколько популярно в вашем городе дзюдо? Ну, не особо, да, и популярно, как сказать, такая средняя школа дзюдо, больше популярнее, наверное, волейбол. Скажите, вот, что для вас сложнее выступать на российских соревнованиях или за границей? Да, наверное, сложнее будут на масштабные соревнованиях, европейские, за границей, тяжелее. На сегодняшний день ваш самый большой результат дзюдо? В дзюдо в дзюдо в Европе, в Санкт-Петербурге, второе место. А сейчас вы готовитесь? В первенстве Европы в Хорватии. В какой весовой категории? В 55 килограмм. Вы сейчас как бы в юниорской команде, да, а до этого были в юношеской? Нет, в юношеской. К сожалению, я не попал в Россию. Помимо дзюдо, понятно, что каждый раз тренировка, чем вы еще увлекаетесь? Есть ли у вас какие-то хобби, какие-то, что вы, какую музыку читаете, что слушаете? Да, слушаю я, в основном, любую музыку, которая больше всего нравится, как настраивает, какие мысли позитивные, по-разному. Что еще? Есть ли хобби какое-то? Хобби нет. То есть, вот Антон Кривобоков сказал, что он собирает марки. Дмитрий Зуев сказал, что он, ой, не марки, а собирает монеты. Дмитрий Зуев сказал, что он собирает монеты Антона Кривобокова. А вы собираете монеты, которые собирает Дмитрий Зунов по Антону Кривобокову, да? Это такое переходящее хобби у вас. То есть, получается, хобби Антона Кривобокова распространяется на всю команду юниорскую. Каждый находит монеты и приносит непосредственно к Антону Кривобокову. В каждой стране мы ищем манер для андрояги работа. Вот я всем задаю такой вопрос. И вам тоже. Какое кимоно, я понимаю, сейчас на вас синее кимоно, но вообще, какое кимоно вы выбираете, белое или синее? Ну, предпочтение куберку. Белое, синее. Почему я спрашиваю? Потому что есть такая поговорка, как же. Белое кимоно для... Нет, синее кимоно для Элвиса Пресли, а белое кимоно для Дзегора Кан. Синее, потому что это цвет джинс, да, и Элвис Пресли это рок-н-ролл. То есть для вас что больше приемлемо? Вы выбрали сейчас и белое, и синее. То есть для вас как бы такая золотая середина. Вы в дзюдо на тот тайм во время соревнований не такой... То есть у вас не драйв, а такая более классическая борьба, да? Или такая середина? Больше драйв. То есть для вас, значит, больше все-таки синее кимоно? Получается, что так. То есть для вас это дзюдо рок-н-ролл? Да. Что бы вы могли сказать молодому мальчику или девочке, который стоит перед выбором? Вот, например, две двери, там одна дверь, не знаю, легкая атлетика, музыка или что-то еще, а другая дверь вот дзюдо. Чтобы он все-таки открыл дверь дзюдо? Наверное, потому что дзюдо в нашей стране очень стало хорошо развиваться, тем более после Олимпиады наши ребята хорошо выступили, всего пару вестах и проиграли. Но маленькому ребенку это может не понять, он еще может и не знать, что такое Олимпиада. Все-таки что такое вот сказать ему, что-то веское, да, чтобы он все-таки раз и дверь дзюдо, Вот, что бы вы могли ему такое сказать? Я уже не знаю. Затрудняется дверь. Или просто бы сами открыли для него дверь и впустили бы, да? Да, лучше так. Лучше так. Хорошо, удачи вам успеху. Спасибо большое. До свидания.